Привет, друзья! Это Владимир Милов. Спасибо, что подписались на мой канал. Если еще этого не сделали, обязательно подпишитесь. Здесь будет интересно. И мы говорим здесь о разных важных вещах, которые происходят в России и в мире. Вот сейчас пишемся в таких немножко подпольных квартирных условиях, потому что в студии Навальный Лайф, где мы обычно записываем наши видео, вот прямо сейчас в эти минуты идет обыск по уголовному делу против Алексея Навального, якобы об оскорблении ветерана. Но, тем не менее, сейчас есть очень много о чем поговорить, и мы, конечно, не хотим прерывать стрим важных видео для наших зрителей. Сегодня мы поговорим о том, что происходит в Хабаровском крае, вот об этих протестах против ареста губернатора Сергея Фургала, которые на самом деле всколыхнули всю страну. Я расскажу вам о подоплеке всего того, что в Хабаровске происходит. На самом деле, я очень хорошо себе представляю ситуацию в Хабаровске и в крае, потому что я очень часто там бывал в течение вот уже практически 10 лет. Очень много занимался Хабаровском. Вот вы можете на экране увидеть кадры одного из моих последних выступлений. Я там бывал, например, когда шла президентская кампания Алексея Навального. Ну и Алексей Ворсин, лидер Хабаровской оппозиции, незарегистрированный кандидат в мэры города и глава штаба Навального. Это мой, в общем, старый однопартидец. Вот на этой фоточке вы можете увидеть нашу с ним пресс-конференцию, которая прошла в Хабаровске лет 8 назад. Да, я вот езжу туда уже достаточно долго. И прежде всего, я хотел рассказать вот тем, кто не живет в Хабаровском крае и не очень, может быть, понимает, что там на самом деле происходит. Я хотел рассказать несколько важных вещей, которые вы должны знать. И первое, это то, что вот для многих наблюдателей вот такие массовые протесты и ситуация в Хабаровске стала неожиданной. Но не для тех, кто давно наблюдает за этим регионом, потому что реально Хабаровск повернулся против действующей власти уже довольно давно. Например, на пресловутых выборах Госдумы 2011 года, которые были сфальсифицированы, и тогда мы видели вот эти огромные массовые протесты на Болотна и Сахарова. Там был один из самых низких результатов, официальных результатов в пользу партии «Единая Россия». 38% всего, я напомню, что по всей стране тогда «Единая Россия» официально ей приписали 49%, а в Москве 47%. Вот в Хабаровске это было гораздо ниже, и все последующие выборы, которые проходили в крае, они давались власти с огромным трудом. Ну вот в итоге это кончилось с тем, что два года назад власти проиграли губернаторские выборы с треском, и там победил вот этот самый ЛДПРовец Сергей Фургал, который стал губернатором и занозой в Баку у Путина. Через год, год назад в сентябре 2019-го, там прошли краевые парламентские выборы, где «Единая Россия» получила, она не имела поддержки никакого административного ресурса, и получила там вот тот результат, который она, наверное, на самом деле заслуживает по-честному. Вот 12,5%. Я думаю, что это, скорее всего, отражает вот реальный рейтинг партии власти. Почему в Хабаровском крае такая низкая поддержка власти, которая вот устойчиво держится уже много лет? Ну, здесь надо сказать несколько таких системных факторов. Во-первых, в целом, Дальний Восток очень сильно проиграл от той экономической модели, которую построил в России Путин. То есть, фактически, это модель колониальная. Это модель безжалостной эксплуатации российских регионов для того, чтобы обогащать узкую группу олигархов, приближенных к Путину. И, собственно, вот если посмотреть на динамику, то мы увидим, что за время, за 20 лет правления Владимира Путина, доля Дальневосточного федерального округа в совокупном российском валовом региональном продукте, она уменьшилась. То есть, от общего какого-то экономического развития страны Дальний Восток не выиграл. Он выиграл меньше других, получил меньше всего ресурсов от того экономического роста, который все-таки хоть какой-то у нас был за 20 лет. И, конечно, дальневосточники чувствуют себя на экономической периферии. Кстати, Хабаровск не единственный регион, где есть вот такие проблемы с поддержкой власти. Точно такое же Приморье, которое активно против власти голосует. Конечно, социально-экономическая ситуация лежит в основе всего этого. Но дело не только в этом. Дело, конечно, прежде всего в той модели отношений с регионами, которые, в принципе, выстроил федеральный центр. И мы здесь много рассказывали вам. У нас была отдельная передача Why Russia Fails на нашем канале, где мы говорили вот про эту несправедливую, неравную ситуацию отношений между федеральным центром и регионами. Что при Путине очень резко переспределились налоговые поступления в пользу Москвы и регионы оказались ограблены. У них не осталось денег на развитие, на элементарные социальные программы. Ну и, конечно, это все способствовало такой тотальной бедности. То есть, если посмотреть на цифры, например, Хабаровский край себя чувствует гораздо хуже, чем в среднем Дальневосточный федеральный округ, который по цифрам тянут вверх такие богатые, но не очень населенные сырьевые регионы, типа Сахалина или Якутия. А вот, скажем, Хабаровский ВРП на душу гораздо ниже, чем не только в среднем по Дальнему Востоку, но и в среднем по России. То есть, регион с огромным потенциалом на самом деле плетется где-то в хвосте, и люди живут там плохо. И не просто живут плохо, но на самом деле видят за эти 20 лет, что вот нынешняя модель путинизм ничего не может им дать для развития. Что власть единой России означает только ограбление людей ради обогащения кучки приближенных к власти олигархов. И, собственно говоря, против этого хабаровчане голосовали уже много лет. Вот кульминацию мы видели на выборах 2018 года, когда Фургал и был избран губернатором. Теперь очень важно посмотреть, что произошло за эти два года после того, как власть в регионе сменилась. Я напомню, что продолжилось это тем, что через год на законодательных выборах Единая Россия вообще пропала из власти. То есть, она получила какие-то жалкие пару мест в законодательной думе Хабаровского края. И таким образом оказалось, что все ветви власти, и губернатор, и парламент Единой России не контролируют их. И к власти пришли другие люди, которые не представляют монопольную партию жуликов и воров. И вот что мы видим сейчас за вот эти прошедшие год-два? Мы видим, что людям, хабаровчанам, очень сильно понравились эти изменения. Конечно, если говорить о вот таких двухлетних итогах правления Сергея Фургала, но он не волшебник. И чудес он в крае не совершил. И к нему есть тоже какие предъявить претензии. Мы сейчас скажем об этом два слова. Но в Хабаровском крае совершенно и фантастически изменилась политическая обстановка. Во-первых, вы знаете, что у нас основные региональные СМИ подконтрольные государству. Прежде всего, региональным и местным властям. И вот как только они перешли под контроль политиков, не представляющих партию Единой России, там во многом начали говорить правду о том, что происходит. Вы знаете, что такое у нас региональные новости, региональное телевидение? Это обычно вот с утра до вечера вот это вот унылое, опостылившее там перерезание ленточек губернаторам, которые всех осчастливил, отец родной, там все здорово, все растет. Хотя все жители любого региона знают, что на самом деле все совсем не так. И вот этот трэш-ад и постоянный елей в адрес власти прекратился. Телевидение начало говорить о реальных проблемах. И на самом деле очень важно, вот что произошло с избранием Сергея Фургала губернатором. У власти появился политик, у которого нет московской крыши, которая защитит его, если что, и будет прикрывать какие-то все его делишки. Оказался политик, который понял, что он всем обязан избирателям, которые ему дали этот мандат, что он не стал бы губернатором, если бы за него не проголосовали люди, хабаровчане. И он обязан этим людям и обязан сделать для них что-то хорошее. Ну и, собственно, Фургал как раз за два года вот и набрал такую колоссальную популярность в крае ровно благодаря этому. Потому что он развернул краевое руководство лицом хабаровчанам. Не то чтобы, опять же, не то чтобы он совершил какой-то фантастический разворот в экономике, в социальной сфере. Но, во-первых, он изменил стилистику работы власти. Вот одно из главных, за что хабаровчане хвалят Фургалы и почему у него высокий рейтинг. Он стал ездить по регионам, честно разговаривать с людьми. И делать это не для галочки, чтобы просто всех успокоить и продолжать творить все то же самое, что обычно творят власти. А он начал пытаться решать проблемы. Вы видели, я думаю, много кадров с разных его совещаний, где он достаточно остро ставит перед своими подчиненными актуальные вопросы края. От социалки до вот этого беспредельного вывоза, незаконного вывоза леса в Китай. На самом деле, действительно, ситуация сдвинулась в том, что многие эти проблемы начали решаться. То есть, Фургал действительно сократил безудержно раздутые расходы на чиновников. Может быть, не кардинально, но процесс пошел, и люди этот разворот заметили. И он делал очень много важных вещей. Поскольку Москва отобрала у регионов основные налоговые поступления, то у региональных властей не так много маневров в плане расходов на социалку. Но Фургал начал делать очень правильную вещь. Он начал перераспределять вот эти освобожденные за счет сокращения расходов на чиновничество деньги, перераспределять их на социальные нужды. Например, вот мне очень многие хабаровчане, у меня огромное количество знакомых в крае по итогам всех моих поездок, друзей. Всем вам, кстати говоря, привет, Хабаровск будет свободным. И они сейчас очень много мне пишут. Не только сейчас. Я вот знал об этом все предыдущие пару лет. Мне начали буквально через несколько месяцев после избрания Фургала писать. Слушай, у нас, в принципе, появился не то чтобы волшебник, но такой нормальный губернатор, с которым можно разговаривать, и который делает многие правильные вещи, которые никогда не делала до этого Единая Россия. Вот одна из вещей, за которые его всегда очень хвалили, это вот то, что потом украл Путин в своем январском послании Федеральному собранию в этом году. Это вот бесплатное питание для школьников. Действительно, очень многие люди, особенно на периферии края, очень бедные. Как я уже говорил, экономическая ситуация в крае очень плохая. Но, тем не менее, Фургал что-то сделал для людей, по крайней мере, вот начал решать вопрос с питанием в школах. Это вот одна из вещей, которую отмечают очень многие жители. Таким образом, вот одно за другим, мы увидели, что не только изменилась стилистика работы власти, когда Единая Россия потеряла рычаги управления, но и Сергей Фургал начал делать те вещи, которые вызывают в крае серьезное одобрение. Это вот ровно та политика, которую предлагает российская оппозиция. Развернуть власть лицом к людям, снять вот эти огромные, ненужные, безудержные расходы на чиновничество и направить их на социальные нужды. Ну, то есть, вот Фургал стал реализовывать такую, ну, как минимум, оппозиционную повестку лайт, практически, если хотите, в чем-то похожую на программу Алексея Навального. Это на самом деле просто элементарную программу здравого смысла, потому что нас все в стране понимают, и даже официальная вот эта вот толстощокая, так называемая, системная оппозиция, она очень хорошо понимает, что сегодня вот это государство и близкие к нему монополии и олигархии, но они просто невероятно перекормлены, и надо с них снимать жирок и все-таки что-то дать людям. Вот это ровно то, что Фургал в Хабаровском крае начал делать. Поэтому вот вы не удивляйтесь, когда вы видите такое огромное количество людей на улицах городов Хабаровского края, не только, кстати, Хабаровской, Комсомольской, Наамурии, Ванина и других, и вот этот совершенно потрясший меня марш на Хабаровск, вот как люди по периферийной дороге пешком идут в город для того, чтобы принять участие в митинге в поддержку Сергея Фургала, вот это как раз иллюстрирует то, что когда регион освобождается от власти единой России, то всем в итоге оказывается хорошо, что вот эта мафиозная политическая монополия, это главное, что мешает нам жить и развиваться, и как только эта монополия уходит, то изменения сразу видны невооруженным глазом, даже если они не радикальные, даже если это не Навальный, и даже если наша оппозиционная программа не реализовывается, но уже уход единой России и всей этой олигархической мафии от власти, это огромный воздух свободы и серьезные изменения в правильном направлении для любого региона, вот Хабаровск для нас стал таким всенародным примером. И тут бац, оказалось, что Путин ужасно недоволен тем, что с Хабаровчан сняли розовые очки, они реально посмотрели на жизнь, сравнили, как это жить под властью мафии из единой России и освободиться от нее, и понятное дело, что сделали выбор в пользу нормальной политической конкуренции и поддержки тех политиков, которых они выбрали сами, а не которых им навязали из Москвы. Понятное дело, что для Путина это вызывало страшное раздражение, и вот мне правильно пишут мои хабаровские друзья, что, слушай, у нас, по сути дела, атаки на фургала, какие-то проверки, уголовные дела там и прочие всякие штуки начались практически сразу, как он пришел к власти, потому что для Путина это страшнейший яд. Когда целый большой регион освободился от власти всей этой ядросовской мафии, зажил, очевидно, лучшее, и не хочет возвращаться под это ярмо, а представляете, эта зараза пойдет дальше, и вся страна поймет, что эту мафиозную политическую монополию надо сбрасывать, ну, конечно же, для Путина это просто опаснейшее явление, поэтому, откровенно говоря, я давно уже ждал, что против фургала будут приняты, как у нас привыкли наши власти и силовики, какие-то меры. Это, кстати, далеко не первый случай. Вот, например, в Ярославле в 2012 году на выборах мэра вот точно так же триумфально победил противник Единой России Евгений Урлашов, который был очень популярен в городе, заявил о губернаторских амбициях, и его тут же арестовали и посадили в тюрьму на долгий срок по сфабрикованным обвинениям. Я ждал чего-то такого, откровенно говоря, в отношении Сергея Фургала, ну, и вот это наступило практически сразу после так называемого голосования по поправкам в Конституцию, где, ну, Фургал, очевидно, продемонстрировал Путину, что когда Единая Россия не имеет власти в регионе, то и Путин не будет получать там поддержку. Там была одна из самых низких явок на это голосование по поправкам, и результат сильно ниже среднего по стране. В итоге только 28% списочного состава избирателей Хабаровского края якобы проголосовали за вот эти поправки, да, то есть они даже выше цифру натянуть там не смогли. Понятное дело, что Путин был этим страшно раздражен, и я уверен, что это стало последней каплей, которая вот спустила триггер, и лично Путин в итоге отдал приказ арестовать Фургала. Я не сомневаюсь, и вряд ли вообще какой-то человек в здравом уме может сомневаться, что такого плана решения исходило от кого-то другого, кроме лично Владимира Путина. Ну вот, несколько слов о самом Сергея Фургале. Здесь вот одна из линий атаки Кремля, которые, вот дайте не забывать, что хочет Кремль, в чем его цель. Его цель восстановить монополию Единой России в крае, вернуть хабаровчан под вот это мафиозное единороссовское иго. Ну и, конечно, они сейчас будут делать все возможное, там, вносить какую-то смуту в умы, пытаться раскалывать хабаровчан, и в том числе вот проводить несколько линий там пропаганды, педалировать всякую чушь. Одна из этих историй, конечно же, это концентрация на личности самого Сергея Фургала, ну, который, прямо скажем, он не является там какой-то матерью Терезой, да. Это достаточно мутный региональный коммерсант с абсолютно мутным прошлым, да. Конечно, они будут сейчас пытаться в этом мутном прошлом что-то выискать, рассказать, слушайте, да он там бандит из 90-х и так далее. То есть, вот одна из задач Кремля – это дискредитировать саму фигуру Сергея Фургала и сказать, вот, ребят, ну, посмотрите, кого вы защищаете, он же ужасный. Вот здесь несколько слов надо сказать подробно. Первое. Вот, ребят, когда вам будут рассказывать, особенно вот сейчас Фургалу предъявили вот эти обвинения в заказных убийствах и так далее. Пункт номер один. У меня нет никакого доверия, вот ни грамма, ноль доверия тому, что говорят наши силовые структуры. ФСБ и Следственный комитет. Это преступники, которые участвуют в захвате государственной власти и им всем положен срок по 278 статье Уголовного кодекса. Незаконный захват власти и удержание власти до 20 лет тюрьмы. ФСБ и Следственный комитет – это как бы официально зафиксировано, было очень много самих уголовных дел, возбужденных властями, против высокопоставленных сотрудников этих структур, которые были обвинены в самых разных грехах, преступлениях, мошенничестве и так далее. Ну и вы знаете, чем они занимаются в последние годы. Они поставили на конвейер фабрикацию уголовных дел против политически неугодных им людей. Поэтому вот пункт первый. Ноль доверия тому, что говорят ФСБ и Следственный комитет. Каждый, кто тиражирует все их обвинения, это человек, который, по сути, играет на руку Кремлю. Следующий момент. Я, как бывший чиновник этого вам говорю, да, Фургал очень много лет заседал в Государственной Думе. И потом, соответственно, когда он официально допускался до выборов губернатора и был в итоге назначен на государственную должность, он проходил очень много разных проверок, в том числе и с участием спецслужб. Это абсолютно официальная история. И, кстати говоря, когда, например, он был в Госдуме, у него был допуск гостайни. И сейчас, тем более, когда он два года занимал кресло губернатора, у него был допуск гостайни по очень высокому рангу. Когда вот тебе этот допуск выписывают, у меня был допуск гостайни по второй форме. Ты проходишь через очень серьезную проверку, в том числе на причастность к какой-то криминальной деятельности. Понятное дело, что раз вот так долго Фургал не подвергался каким-то обвинениям, а ему сейчас меняют эпизоды, которые были типа 15 лет назад, да, то это значит, что, как бы, ребят, ну где последовательность в действиях силовых органов? Вы давали ему допуски, он был на серьезных государственных должностях все эти годы, и никто ничего ему не предъявлял. А вот сейчас, когда он стал Путину политически неугодным, вот они, значит, достали там у себя из рукава какие-то нарисованные уголовные дела. И вот какой еще важный момент я здесь вам хочу сказать. Помните, когда у нас вводили вот этот так называемый муниципальный фильтр на выборы губернаторов, да? Мы всегда, оппозиции, говорили, что на выборы надо допускать всех, кто имеет поддержку людей и хочет баллотироваться, да? Да даже если не имеет поддержки, просто вот хочет потратить свои ресурсы, попасть в бюллетень. Пожалуйста, это может делать любой. Но нам говорили, нет, нужен муниципальный фильтр, для чего? Вспоминаем всю эту брехливую риторику наших жуликов у власти. Они говорили, очень важно не допустить во власть криминал. Поэтому муниципальный фильтр нужен для того, чтобы всякий криминальный элемент оттуда отсечь. У меня теперь, внимание, вопрос. Ну и как? Ребятушки мои. Вы же допустили Фургала два года назад к выборам через муниципальный фильтр. Тогда никаким криминалом он не являлся. А тут вдруг вы нарыли, значит, на него какие-то старые истории. Ребят, давайте вот обойдемся без этой брехни. Давайте будем последовательными в этом вопросе. И здесь мы напрашиваемся на простую развилку. Либо все эти институты ФСБшных многоуровневых проверок и фильтров ни черта не работают. Либо это просто политически сфабрикованные дела. А скорее всего и то и другое им можно, как говорится, без хлеба. Ну и вот очень многие столичные жители так снобистки говорят. Типа, а что вы вписываетесь за этого Фургала? Это же какой-то ЛДПРовец там. Ну, конечно же, у партии Жириновского просто ужасный имидж. Действительно, вот вроде как поддерживать ЛДПРовцев это абсолютно не комильфо. Но здесь вот люди, которые так говорят, они вообще очень-очень плохо представляют себе региональную политику. Дело в том, что на региональном уровне вообще нет вот никаких этих партийных идеологий. Там этого практически просто не существует. Ну, за редким там исключением. В основном связанным с КПРФ и вот этим их таким постсовковым сталинизмом, необрежневизмом и так далее. Вот все, кто идут в другие партии, прежде всего в ЛДПР, это, как правило, абсолютно аполитичные люди, которые просто хотят воспользоваться этим для того, чтобы сделать какую-то политическую карьеру и при этом не хотят быть в «Единой России». Поэтому для меня, вот когда какой-то регионал находится в какой-то системной партии, это абсолютно ничего не значит и ничего о нем не говорит, кроме одного, что человек, он как-то хотел войти во власть, но не пошел в «Единую Россию». И это уже очень хорошо. Это главное. Поэтому мы вот часто пропагандируем в регионах и на умном голосовании такую идею, что надо голосовать за представителя любой партии, кроме монопольной партии жуликов и воров «Единая Россия». Потому что все-таки те, кто не идет в «Единую Россию», они могут быть какими угодно мутными чувачками, но это уже хорошо. Можно о них хотя бы сказать хоть что-то хорошее. Вот все беспринципные карьеристы идут в региональное отделение «Единой России», а вот Фургал, например, не пошел. И какой бы мутный коммерсантский шлейф за ним все эти годы не тянулся, но тем не менее, вот хотя бы что-то хорошее уже четко можно о нем сказать. Самое главное, даже не то, вот кем Сергей Фургал был в прошлом и когда он заступил на губернаторскую должность. Я еще раз повторю, что Фургала знают в крае очень-очень давно. Он один из крупнейших бизнесменов и коммерсантов. Много лет там был депутатом. Когда он выдвигался на губернаторские выборы, у него не было какой-то суперрейтинга поддержки, вот обратите внимание, этот рейтинг сложился в последние два года, когда он пришел во власть, и вот невзирая на то, кем Фургал является и какой у него багаж прошлого, благодаря конкурентной политике, благодаря тому, что у Фургала появился стимул хорошо работать, чтобы его люди переизбрали на новый срок, вот так работает демократия, так работает политическая конкуренция, Фургал начал что-то делать для людей. И люди это оценили. И вот поэтому они сейчас выходят его защищать. Вот эта политическая модель, понимаете, она абсолютно убийственная для Владимира Путина. Особенно если она начнет воспроизводиться в других регионах, а она обязательно начнет, потому что по самым разным поводам мы видим, что Путин теряет политический контроль то в одном регионе, то в другом. В основном, конечно же, из-за того, что у власти находится вот эта мафия, вот эта политическая монополия, вот эти назначенцы из Москвы, пустые, рыбьеглазые, которые, в общем, им абсолютно плевать на население той территории, которыми поставили управлять. Эти люди не имеют никаких стимулов что-то делать для людей. Они знают, что их админресурсом всегда опять там в губернаторы, мэры и так далее протащат. И вот эта модель, которую Путин хотел бы сохранять. А Фургал в отдельно взятом большом регионе эту модель разрушил. Понятное дело, что, конечно, у них была задача его как можно быстрее убрать и вернуть Хабаровский край под ИГО Единой России. Ну и вот несколько слов о том, что теперь будет дальше. Во-первых, меня, конечно, фантастически радует то, что хабаровчане, наконец, осознали свое право голоса. Осознали свою, как говорят политологи, политическую субъектность. То, что они поняли, что их голос имеет значение. Что они, наконец, начали влиять на управление своим регионом. И они не хотят это снова отдавать какому-то назначенному дяде из Москвы. И вот много дней уже выходят на улицы, абсолютно не боясь каких-то последствий. Это очень здорово, что вот целый огромный прекрасный регион наконец-то осознал себя, что у людей есть политические права, им есть что защищать. И они готовы участвовать в политическом процессе, вот в этой борьбе за свое право выбора и право управлять своей территорией. Это здорово, я слежу за Хабаровском уже много лет, и я готов поручиться за то, что хабаровчане это право не отдадут. Так или иначе, они продолжат за это бороться. Вот какие махинации сейчас не придумывали бы Путин с Кириенко, а чего же они там не удумали, чтобы этот протест погасить? И хотят вернуть карантинные ограничения, и объявили, что они какой-то предотвратили теракт в Хабаровске. Я не знаю, на момент выпуска этого видео в эфир наверняка еще придумывают какую-то чертовщину. Конечно же, они объявили, что это все ЦРУ и Госдеп финансируют массовые беспорядки. Я уверен, что так можно только еще больше разозлить и обидеть жителей Хабаровского края, потому что они-то понимают, что выходят за себя, за свой регион, за свое будущее, а вовсе не за какой-то там ЦРУ. Так что сейчас стоит ждать самых разных махинаций от Путина. Путин и Кириенко, они, конечно, страшно уязвлены, разозлены. Они будут пытаться любыми правдами и неправдами этот регион вновь вернуть под свой контроль. Но здесь есть хорошая новость. Вернуть Хабаровский край под контроль Путина уже не удастся. Да, они могут посадить Фургала надолго. Да, они могут назначить там какого-то верного Москве гауляйтера. Но люди его не примут. Хабаровчане уже почувствовали вот этот воздух свободы. И на самом деле мы много лет уже можем наблюдать, что Хабаровск принципиально голосует против властной мафии, против Единой России. Я не могу себе представить обстоятельства, при которых хабаровчане снова проголосуют за эту партию жуликов и воров и за любых ее кандидатов. Поэтому я уверен, что любой новый человек, который окажется во главе Хабаровского края, ему придется пройти вот этот тест. Либо он будет работать на людей, либо если он по старой привычке продолжит работать прежде всего на властную мафию, так или иначе, хабаровчане его снова выкинут. И руководству регионом придет кто-то, кто будет представлять хабаровчан, а не партию жуликов и воров. Это, возможно, будет долгая и непростая борьба. Но это очень важно и очень здорово, что ближе к следующим новым федеральным выборам появляются такие целые регионы. Которые Путину абсолютно не под контроль. Это просто прекрасно. И хабаровский край такой далеко не единственный. Мы знаем, что и Архангельск им теперь уже не вернуть под контроль. И очень многие, кстати, регионы Сибири и Дальнего Востока, Новосибирск, Иркутск, Красноярск или тот же Владивосток. Там очень много людей. Я хочу сказать, что по моей оценке большинство людей больше не хотят власти мафии из партии «Единая Россия». На следующих федеральных выборах это будет видно очень четко. И, конечно, хабаровский край здесь будет в авангарде, потому что людей обидели. Сняли популярного губернатора, который что-то делал для людей по очевидно сфабрикованным обвинениям, которым нет никаких оснований доверять. Люди обижены. Люди разозлены. Люди уязвлены. Это обязательно проявит себя. И еще раз. Я очень-очень рад, что целый регион, например, проявил себя так политически сознательно. Вышел защищать свой выбор. Уверен, что хабаровчане не сдадутся. Уверен, что Путину не удастся вернуть регион под контроль. И в будущем его ждут новые и новые болезненные поражения в Хабаровском крае. Давайте сделаем с вами так, чтобы все это не ограничилось Хабаровским краем. И очень важный урок из истории Хабаровской состоит в том, что освобождение региона от власти мафии, от власти Единой России, приносит людям только плюсы. Люди довольны. Людям нравится жить без власти мафии. С тем выбором, который они сделали. Мы сейчас увидим это на улице Хабаровского края. Давайте сделаем так, чтобы вся эта история разрослась на всю нашу прекрасную Россию. И мы, наконец, приблизили бы то самое прекрасное будущее, за которое мы все боремся. Это был Владимир Милов. Спасибо, что подписались на мой канал. Мы обязательно будем возвращаться к теме Хабаровской и комментировать то, что там происходит. Ну и огромное спасибо всем, кто помогает нам делать эти видео. Я уже говорил, что у нас появилась спонсорская кнопка. И для того, чтобы все это выпускать в эфир, надо много работать. Огромное спасибо всем вам за помощь. Мы рады, что число тех, кто нас поддерживает, растет. И смотрите скоро наши новые видео. Мы увидимся с вами буквально через пару дней. Путин-бат, Путин-бат!